а дима решила для вас там заснять такое видео сначала подумала напишу еще одно сообщение на моей странице вконтакте для вас а потом думал здесь не мог я видео такое видео так что сейчас у нас но часов и 40 минут а 19 января так что вот в общем что еще вчера я хотела такие думаю как говорится заснять видео в рамках моей творческой студии позитивного мышления ресторан лака под и бьюти какие можно сделать что можно сделать какие рецепты из того как бы из муки из гороха так что вот из пшеничной муки из гороха используем пшеничную муку потому что я и супчик гороховые варю вот я делаю пюре из гороха на также добавляю сейчас я сделала тебе такие лепешечки из пшеничной муки немножко сольки вот сваренный у меня вчера был горох немножко гороха добавила а также как там перловочка перловочка вареная перловочка вареную перловочку я добавила а также вообще в принципе конечно люблю блинчики но когда баджет баджет в общем я в принципе предпочитаю потому что блинчики нужно там яйцо добавлять в общем как такие более были так скажем эластичные мягкие вот но если добавить да немножко пюре-пюре гороха немножко кашки участка часть как я сделала вот я тебе такие делаю можно сказать такой блинчик но принципе это получается лепешка потому что блинчик они в принципе сладкие немножко соли добавлены в общем такая лепешечка из пшеничной муки с гороховым пюре и немножко перловой кашей в общем я заварила я себе чай чай корон российской империи майский так что вот в общем что кушаю кушаю но этого кстати очень ваша ручка пригодилась сейчас я ваши ручка знаете что просто плачет какая-то в общем как-то носик волос так супер красиво сделать супер красиво в общем вашей ручкой которые мы так любезно подарили сейчас делаю такие записи инструкция по посыланию любви инструкция по посыланию любви каун джоу на так что вот клаун джоу и я делаю такие записи вот поскольку хочу в рамках а моей творческой студии в общем дайте как уроки изобилия больше честно говоря даже первым знаете таким не первым вторым вторым номером в общем посылание любви по клаусу джоусу я просто сначала подумала может быть мне нужно все его книги прослушать потому что я слушаю его у меня есть его книга вот но я слушаю его конечно это быстрее более удобно нам и по ютубу тоже прослушала несколько его книг даже не одну книгу это же несколько раз правда не все не все прослушала некоторые моменты а так конечно посылание любви инструкция посылание любви просто на самом деле у него такой очень большой и я бы сказала такой не совсем легкий путь бог этой вот к этому посыланию любви в общем если послушать его книги вот он занимается в общем как бы в общем если вам это интересно не будем вдаваться в какие-то подробности а просто по посыланию любви дело в том что я такого ну на как там она курсах нарбекова то улыбку посылали физическое на данному упражнению вот а кстати вот встала я легла днем стала вечером постирала мое полотенце в общем там это наволочку в моей стиральной машинке вот без отжима я стираю что еще но посудку еще помыла немножко посуду помыла раковину в общем приготовила себе заместила лепешечки пожарила вот такие вот дела а так в общем делаю такие записи делаю такие записи посылку сделал хочу в общем рекомендовать но на самом деле когда что такое интересное знаете как-то выискиваю вообще жемчужины как я и говорю моя творческая студия в общем такие жемчужины уже много лет я конечно в первую очередь это все для себя то что вот на что вот что такое удивительно восхитительное связано с позитивным мышлением со смежными науками то что меня так вау что такое может быть больше вау где-то меньше вау интересует и конечно для себя хочу для себя но поскольку я решила что это так нравится я хочу как бы в общем этими знаниями ну в общем как говорится страстью меня к этому делиться как-то делиться и книжку я написала вы понимаете да так что вот я даже вот так когда заснимала мои видео книжку написала снимала мои видео в америке подумала что но это что-то с чем-то понимаете в эти посылание любви по каусу джоусу это просто просто что-то невероятно это покушаю буду кушать кушать и читать наверно мои записи то что я сделал для того чтобы не читать мои записи мне нужно поставить сюда ближе свет если поставлю ближе свет я буду немножко по-другому получатся на этом видео вы поняли да здесь самое главное что сценическое искусстве салмановка актриса а по поводу чего что я хотел написать вот нужно как я сюда поставлю будет я буду по-другому другому не получатся по-другому получатся буду кушать читать записи хотя хочется получать такой прям весь так все такой оргазмической до начинают говорить так это в общем да а что вы хотели написать конечно дима я это вам все это понимаете что я сказала написать я это я хотела по существу написать просто того что мне кое-что моим эллинге забрать надо вот я вспомнила думала вы так любезно положили мне поехать в общем на горяченько вычет туда добавить вот по поводу этого я хочу написать такие вот дела что нужно туда конечно съездить в любом случае я хотел вам прислать документ я хочу дима вам присылать документ документ на эллинг чтобы там распечатали квитанции которые я оплачиваю небольшими платежами чтобы они у вас тоже были вот такие вот дела ну что в общем в общем что наполните любовью свой дом мягкая успокаивающая атмосфера дом если наполнится любовью дом тогда в этом доме будет мягкая успокаивающая атмосфера так клау джоу советует открыть створку своего сердца и представить как из него изливается любовь и наполняет весь дом каждый его уголок такие маленькие короткие записи любовью можно дополнить все к чему вы прикасаете наполнить все чтобы делать наполнять любовью все вообще доказать как этому в принципе можно какая-то простая мысль вот там прикасаться с любовью знаете я много раз в книжках других читал так прочитаешь одно дело прочитать другое дело знать третье дело это делать так что вот кажется как это просто или как-то это в общем как-то это вот это вот вот ну чтобы это было этим нужно заниматься этим наполнять дом любовью вы знаете какую-то гранд-ресторан этот пищу с любовью так что вот чтобы она знаете было как это вот по пуншую знаете такая бесконечность такое такое счастье как это клаус джоу тоже советовал такое говорит вот кому-то пожалуйста такое ноу-хау можете открыть ресторан или кафе вот и с атмосферой любви чтобы люди приходили в ваш ресторан ваше кафе наполняют любовью что была такая невероятная атмосфера сказки любви чтобы они уходили счастливыми наполненными какими такими окрыленными это тоже в его книги или в его этих на ютубе я в общем когда я послушала подумала ну это просто гениальная идея пришли например какие-то люди расстроенные как-то вот какими-то проблемами может быть нервозные кафе в ресторан такой ресторан любви вот посидели за столиком покушали и ушли такие знаете дима я могу сказать как я ходила на сеансы коновалова вот придешь ну в принципе у меня всегда такое ровное принципе как бы ну такой немножко может найти какое-то грустное настроение может быть какой-то немножко это знаете такое вот как бы в принципе как там я такая всегда хотя не была ли я всегда на позитивном принципе знаете у меня как-то ровное но хотелось конечно хочется конечно и всегда больше счастья больше любви а как на самом деле в общем больше так скажем радости и счастья в жизни вот и вот это вот атмосфера я помню когда два часа после сеансов вот сергей сергеевича коновалова при сеансе выходишь вот идешь от метро на этот сеанс просто идешь да я много раз замечала а после сеанса идешь как крыленная какая-то как воздушная как будто бы вот на таких крыльях ну не то что любви даже как-то вот но я ощущала вот это вот эту какую-то невероятную не невероятно какой то ли прилив сил то ли какой-то знаете вот здоровья или как-то вот чего-то такого идешь и просто радуешься жизни понимаете там снег зима вот идешь как бы наслаждаешься этим такое я чувствовал после его сеанса видишь просто на метро принципе ничего не изменилось два часа сеанс вот ну такие вот дела так что вот есть такая идея с таким кафе рестораном вообще знаете я почему-то в этом пришли и сели в это кафе ресторан и почувствовали спокойствие умиротворение счастье какую-то сказку знаете какой-то такой новогоднюю мистерию понимаете какой-то новогоднюю мистерию как окунулись в сказку принципе ничего не изменилось но им стало спокойнее более комфортно они стали более какими-то мягкими разговоры пошли на какие-то хорошие темы как-то более к позитиву они стали может обсуждать какие-то планы это планы на будущее не стали более радостные мысли они ушли какие-то такие вот окрыленные чем-то таким незримом знаете как говорят ангелы какие-то такое ангельское как это можно оценить а вообще бесценно так что вот так на чем я остановилась немного любви спальни перед тем как заняться любовью откройте свое сердце и пошлите партнеру своим по своему любовь открытие сердце и послание любви сейчас здесь в этом месте татьяна салмана хотела вам сказать как бы как говорится сказать или нет я посмотрю сказать или нет вот дима вы можете поинтересоваться хотя может быть это фантастика может быть это как-то вот это у меня во френдах есть знаете как я когда-то прочитала прочитала в общем в этой статье два самых завидных жениха у меня по крайней мере они вот на моей странице вконтакте это знаете принц хамдан и принц гарри принц гарри он как бы женился вот на самом деле хотя youtube показывают что и хамдан тоже женился ну у них там может быть несколько жен вот но честно говоря вам по секрету могу сказать помогать уже говорила вот принципе какому там по шестнадцатому по семнадцатому году знаете такие приникли к экранам знаете как вот какая система кажется вот любовью наполнится вот не знаю сказать вам или нет вы можете поинтересоваться хотя не знаю скажет он что-нибудь вам такое в общем принц хамдан вот он может по шестнадцатому году сказать самый один из самых один из самых лучших этих любовников в мире он может поскольку наверное у него политический ум понимаете наверное у него восточная такой восточная страсть и поэтический ум он родился знаете в такой королевской семье с такими генами страстными и родился таким поэтическим в принципе о чем говорить о хорошем у меня две новости к вам одна хорошая другая не очень с какой начнем та которая не очень вы обратите внимание как он идет перед вот этими военными я вот видела понимать он марширует перед этим по может быть он научился заводы маршировать перед этой армии понимаете когда его отец идет но это видно что понимаете вот у него по лицу все все вот этого так что вот он так идет как будто он сам их боится но это наверное опа он слишком молодой а там на какие-то генералы стоят вот это ему надо парад этот принимать по крайней мере метку ощущение сложилось вот этот минус этого поэтического вот этой поэзии это минус хотя это может быть мне так показалось но этот поэтический вот этот полном стихи пишет этот поэтический склад ума вместе с этим мы как говорится тем как такой королевской кровью дал такую такую феерию что может вот так вот заниматься любовью понимаете как то как вы сказать то ну в общем как будет вот посылает вот как тут он посылает любовь а этот вот так вот посылает любовь что это чувствуется вот и таком уровне ты я смотрела так что вот вот такие вот дела где даже не знаешь ну в общем вот такой вот поэтический но поводу этих этих военных ну в общем короче короче но наверно это приходит с опытом в общем с каким-то в общем что мы останутся дальше смотрим что там у нас искусство посыланию любви всегда выбирайте такие объекты для мыслей которые делают вас счастливыми разворачиваетесь к тому что приносит вам радость потому что за радостными мыслями и течет поток любви кстати говоря вот за этой радостью за этим счастьем и также поток денег идет я в книжках читал если вы счастливы то поток любви течет через вас переключаете мысли на радость что поток любви продолжал течь через вас и продолжаете чувствовать себя благодарными за все что возможно так что вот ну что чик ножка у меня остыл так очень моя лепешечка который тоже конечно уже от тыла на ножка ты он ничего так что я еще делал вчера я сидела переменем часто свет туда поставлю пельмени пельмени из корового пюре из пшеничной муки вилое тесто мука немножко сольки вода вот ну вот так я варю правда достаточно долго я варю пюре виду на час даже больше часа я рух в это от соли с подсолнечным маслом масло который мне куплен с несколько я что купила муки подсолнечного масла и круп горохом так что блинчик я жарю на подсолнечном масле вот так же я добавляю тесто для пельмени немножко подсолнечного масла вот а так горох варю с этим солью с подсолнечным маслом так что вот получается такие три основных блюда суп суп пюре с горохом потом гороховое пюре я его так кушаю делаю из него пельмени и делаю лепешечки с яичной муком гороховое пюре на подсолнечном масле жарим на сковородке но так что увлекаюсь конечно все смотрю по ютубу конечно орел и решку несколько дней все увлекла путешествую опять с орлом и решкой также вот этого вот там богомолвы как я смотрю вот этого парня там который там все кушает в этих магазинах обратите внимание он даже рекламу дает присылайте ему еду из разных стран он в своем блоге это покажет покушает вам будет благодарен за это потому что спонсирует делает закупки в разных магазинах и кушать снимает видео показывать на своем канале вот так конечно орел и что несколько дней прям я когда-то увлекалась влез шесть назад наверное старую орел орелом и решкой а сейчас прям по 8 10 этих серий в день с моим несколько дней про андорру посмотрел куда мне удивительная страна андора что я не поехала я была в испании я отдыхала в испании там можно было на автобусе экскурсию там люди ездили кто хотел шопинг-шопинг а у меня на шопинг особо денег не было на говорит таки скидки дискаунты но я не поехала если бы я знала что это такая удивительная страна как они сказали андорру я бы ее посетила там было рядом надо блудненький на это все тратить а так я могла сказать что я бы еще иван дори был полывал ну там большие дискаунты вот этот тогда мне это не интересовало не надо было а соседка по комнате у меня ездил я там рядка в шоу игру мы сделал не чтоб дешевле мне в этом путевка обошлась она есть его ротандорру мы вообще конечно они чудо света ну конечно не все когда они как наши диски показывают а молдова там что-то какой-то там это не очень конечно африку стали показывать это нашу молдову чудо как-то не будет а вот лазурный берег понимаете вот это италия лазурный берег париж париж я была сама пять раз в париже вот доминикану они показали с такой страны что в доминикане есть обезьянки мы выросли доминикане не поехали на экскурсию с обезьянками как-то эти экскурсии были какие-то не очень в эти факты мне показалось это доминиканская республика они показали с той страны с такой удивительный вот я поняла почему на автоматчики стоят видели там такая охрана охрана потому что 45 звезд отеля чтобы там лишние никто не заходил не кушал потому что там все включено было там были такие отели все включено а там неизвестно кто вольт и кто покушает виды как автоматы все охраняют поэтому они охраняли а я понять не могла как-то особо не догадалась так что я вам это видео отправлю на вашу мл наш мл уже полчаса 28 минут уже снимаю и надеюсь мою для англии заснимет у меня компьютер иногда не снимает надежно заснимет это видео ну что я входит еще видео я загружу на мою страницу вконтакте посмотрю ответили у меня там что-нибудь или ну что он невероятные вкусняшки из супермаркета вкусняшки и супермаркета хлопья арео так сейчас я загружу на мою страницу вконтакте ну что сейчас ночи еще одиннадцать минут загружаю а кстати вот сейчас я хочу показать из чего я читала то что я читала записи мои по посланию любви то что я вам прочитала записи мои по посланию любви у вас интернете не было у вас интернете не было а а и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...